Другого Владислава Евгеньевича, высшая школа экономики и движимый образ. Глассификация экономики и точек потоков на полюхностях, точек времени. Все началось с 1937 года, когда Антон Шукопонтягин опубликовали работу, в которой сформулировали ваненции грубости для системы на плоскости в области ограниченной замкнутой крыла без контакта. И сформулировали критерии грубости для этой системы. Система 1, которая сдана в эту область. В дальнейшем такие системы, когда Смейл обобщил их на негативные случаи, получили название системы Морс и Смейл. На плоскости более общий класс систем рассматривался Ирина Тойч и Майером, где они создали дополнительную классификацию для таких систем с помощью схемы. Это более широкий класс, чем система Морс и Смейл на плоскости. А дальше перешет обобщил результаты Ирина Тойч Майера для потоков на производстве в первыхностях, для потоков Морс и Смейл на производстве в первыхностях. И использовал вариант ориентированный граф. То есть, вот пример простого потока Морса и Смейл на плоскости и его ориентированный граф пишет. Следующий. В 2018 году Шенков и Шарко ввели новый вариант потоков Морса на поверхностях. Это трехцветный граф. И варианты потоков Морса и Смейл на поверхностях это молекулы Шенкова и Шарко. То есть, некий граф, оснащенный трехцветными графами и еще некоторой дополнительной информацией. Эта работа, во-первых, упрощает в конце пейшота, во-вторых, исправляет некоторый момент, который граф пейшот не различает, когда два цикла, между которыми нет подвижных точек, ориентированы и не склассованы. В следующем году Ньюман и О'Брайан рассмотрели более широкий класс, чем и потоки Морса и Смейла, и мегаустойчивые потоки, и классифицировали с помощью агрогатальных комплексов. И, собственно, теперь мы уже классифицировали омегаустойчивые потоки с точки зрения приваленности. И сейчас переходим к классификации с точки зрения сопряженности. А что такое омегаустойчивые потоки? Если потоки Морса и Смейла, это потоки на поверхностях, это потоки, у которых благословящая множество состоит из неподвижных точек гиперболических, в которых конечное число, и замкнутых предельных циклов, которые тоже гиперболичны, которые тоже конечное число. И еще есть свойство, что нет траекторий, соединяющихся в лавеи точки. То в омегаустойчивых потоках последнее свойство отменяется. Эти потоки уже не являются грубыми. И в нашей работе в прошлом для эквивалентности мы уже ввели оснащенный граф, и сейчас хотим его усовершенствовать, чтобы он стал разлучать точки зрения сопряженности. Это потоки называется эквивалентным, если гиперболизм переводит траекторию одного к траектории другого к сохранению уровня движения, и сопряженными, если еще сохраняется время движения. То есть точка с некоторым параметром приходит в точку гиперболизма траектории с таким же параметром, как ТМ. Все неподвижные точки бывают трех типов. Источник, сток и стекловая точка. И все они локально сопряжены с сильным потоком на плоскости. Следующий. Кроме того, стекловые точки не образуют циклов. Циклы могут быть, например, вот такими показаны на рисунке. Следующий. А окрестности пройдения циклов бывают либо кольцом, либо измельцом. В обоих случаях цикл может быть либо устойчивым, либо неустойчивым. Следующий. Еще мы опираемся на работу Палеса в следующем году, когда он рассмотрел окрестность двух светловых точек, соединенных сепаратрисой, и доказал, что две таких разных окрестности могут быть технологически сопряжены друг с другом, ну, то есть сохранение времени движения. Если отношение собственных значений лямбда и мил сохраняется, и назвал такой параметр модулем устойчивости. Следующий. Вот. Что мы делаем? Мы берем поверхность. Берем... Что построить наш инвариант для топологических вказ? Мы берем поверхность. Берем каждый предельный цикл. Выбираем около каждого предельного цикла в окрестность, которая состоит либо из двух граничных окружностей, либо из одной. Из двух, если это кольцо, из одной, если это предельный цикл. Из одной, если это из метро зрения. Вот. Удаляем такие граничные окружности и получаем области четырех видов в зависимости от наличия и отсутствия в них предельных циклов. То есть, если там есть один предельный цикл и все, если там есть один источник или листок, если там есть хотя бы одна светловая точка и может быть какие-то другие неподвижные точки. Если там нет, не неподвижные точки и неподвижные циклы. Вот. Дальше. И дальше мы ставим в соответствие каждой получившейся элементарной области, как мы их называем, вершины графа, а каждой граничной окружности ставим в соответствие ребро графа. И ориентируем ребра в соответствии с направлением траектории, которая перетекает к граничной окружности. Такого графа, конечно, недодатка для классификации. Давайте мы будем его оснащать. Следующий. Это, собственно говоря, определение графа. Следующий. Вот. Вершины мы, соответственно, называем тоже вершинами четырех критов. И по каким-то из них мы можем определить некоторые, уже сейчас, некоторые особенности потока. А так, а можно говорить? Соответственно, а вершины соответствуют властям, где только источник или только стоп, по ним может сказать все от власти сопряженности такой власти, потому что все, что нужно знать, это исходит из него ребро или, наоборот, направлено к нему. Если направлено к нему, то это неустойчивость, то это источник, если к нему, то стоп. Вот. По вершине и ребру, которые как не направлены или нет, нам можно определить устойчивость или неустойчивость цикла, Но чтобы определить еще классику вариантов, нам, как минимум, еще нужно знать период цепла, потому что если цепла имеют разные периоды, то построить спрекающий конкурсизм уже точно не сможем. Поэтому обозначаем цепл периода. И, скорее всего, чем-то еще, потому что пока еще этот момент отвечает в процессе доказательства. Возможно, это действительно достаточно, но пока еще не до конца есть. Е-область бывает двух видов, когда два цепла ориентирно согласованы и не согласованы. Чтобы различить два таких вида, мы обозначаем весом плюс или минус, в какой-то случае. Следующий. И чтобы понять про Е-облач, нам необходимо оснастить ее четырехцветным графом. Как строится четырехцветный граф? Мы берем поверхность. Берем ее M-область. Это либо, если у нас нет предельных циклов, либо это вся поверхность S, либо это поверхность с дырками, которые мы заклеиваем дисками. В каждый диск мы помещаем источник или листок, в зависимости от того, что там было раньше. Цикл устойчивый или неустойчивый. Получаем таким образом поток без периодических траекторий. Удаляем из него светловые сепаратрицы и источники истоки. Компонент социальности, получившийся множество названий, ячей. Дальше. Да, собственно, процесс построения M поверхности и потока без предельных циклов. Вот, пожалуйста, тут у нас по бокам от красной области две области с предельным циклом, и мы заменили их на два диска, где источник исток. Следующий. Вот. Потом из каждой ячейки мы убираем одну траекторию, которая соединяет источник с током, и называем компоненту связанности, получившуюся множество, на гугольную область. Следующий. Вот. Которая всегда имеет вид представленного рисунка. То есть у нас состоит из одной драектории, соединяющей источником с током, из одной обычной и устойчивой сепаратрицы светла, не являющейся сепаратрицей связкой, из одной и устойчивой сепаратрицы светла, не являющейся сепаратрицей связкой, и какого-то числа сепаратрицей связок. Вот. И каждая сепаратрица-связка, для нее существует модуль устойчивости. То есть отношение собственных значений с током, которые она соединяет, для многообразия инвариантного, которые не участвуют в... Сейчас. Смотрите, сейчас. Да. А вот. Следующий. Вот у нас пример потока, и все его многоугольные области. Вот. Вот. То есть они все, только показаны весь истандартный вид. Вот. И каждый модуль устойчивости мы нумеруем для... Сепаратрица-связка, которую мы тоже нумеруем. Получается, что каждая сепаратрица-связка и каждая модуль устойчивости имеют по два номера для каждой многоугольной области. Следующий. Вот. Теперь строим четырехцветный граф, решила, которая соответствует многоугольным областям. Ребра соответствуют цветным кривым. То есть с сепаратрицами и такими имеют тот же цвет, что и они. То есть с, у, с или т. А кроме того, с ребра пронумерованы в соответствии с нумерацией с сепаратрицами. И каждое с ребром оснащено модульным устойчивостью. Вот. И такой граф является инвариантным с точки зрения топологической сопряженности для потока без периодических траекторий. Это уже совершенно точно как ясно. Вот. Следующий. Вот пример четырехцветного графа для потока без периодических траекторий. Вот. Пожалуйста. Как каждая. Целебро имеет по два номера для каждой из вершин. То есть два варианта обозначения. И каждая имеет модульные устойчивости, которые тоже обозначаются разными циклами для разных вершин четырехцветного графа. Следующий. Вот. И кроме того, каждый источник стоп и светловая точки соответствуют особым циклам четырехцветного графа, по которому... То есть это именно два значения в соответствии. Вот. И поэтому некоторым циклам соответствуют и твердельные циклы, которые мы заменили подвижными точками. Вот. И таким образом, поскольку четырехцветный граф в связи с построением можно вложить в поверхность, на которой находится поток, то и каждый цикл, который соответствует источнику и стопу, который мы заменили предельные циклы, можно наложить, по сути, на граничную окружность, то можно ориентировать эти циклы графа согласованными с граничными окружностями и с предельными циклами. Получается, что по четырехцветному графу мы можем понять ориентацию определенных циклов. Вот. Поэтому каждое ребро, которое выходит из М-области, мы еще оснащаем ориентированными циклами четырехцветного графа. Следующий. Вот. Таким образом, оснащенный граф получается таким, что каждая Е-вершина оснащается плюсом или минусом в зависимости от теплосового ориентации циклов. Каждая М-вершина оснащается четырехцветным графом. Каждая ребро, уходящая М-вершина, оснащается ориентированным циклом четырехцветного графа. А каждая Е-вершина оснащается, как минимум, предпериодом цикла. Точно пока неизвестно, возможно, еще что-то чем-нибудь. Ну, пока такое предположение, что это достаточно. Следующий. Вот. И вот, пожалуйста, два примера потоков на сфере, которые отличаются ориентацией циклов друг от друга, двух циклов. То есть получается, что граф отличается весом Е-вершины и ориентацией цветных циклов, которые оснащают ребра, уходящие на М-вершин. Следующий. Вот еще. Ага. Как расходится. Вот еще пример. Здесь нет Е-вершин, то есть сам граф ориентированный на эритацию простой. Вот. Но здесь показано, что потоки различаются ориентацией цикла единственного предельного. И это показано ориентацией цветного цикла, который большой такой причиной, который по-разному ориентирован. Вот он отделен от графы. Следующий. А вот, пожалуйста, где вообще нет М-вершин, только два определяет цикла. Ориентированные они в одном случае согласованы с и другом нет. И это видно по графу, пожалуйста, по Е-вершинам. Вот. А теперь называемые два графа изоморфами, если существует значимое соответствие между всеми ребрами и вершинами одного графа и всеми ребрами и вершинами, соответственно, другого графа. Сохраним значение следующим образом, что вершины Е и вершины Кси от Е, если Кси это изоморфизм, имеют одинаковый вес. Цикловые модули L-вершин тоже одинаковые. Вершины М и Кси от М оснащены изоморфными четырехцветными графами. И этот изоморфизм сохраняет ориентацию вот этих цветных циклов, которые оснащают трех преиспереченных вершин. Вот. Ну и теорема, что два патологического сопряжения, когда идет когда-то, когда их снащены мягко и замокли. Вот. Все. До встречи. Спасибо.